Этот совет я услышал, когда еще был совсем молодым. Тогда я только начинал свой путь в бизнесе. У меня было очень мало опыта работы с людьми. Но тем не менее, я активно создавал свою команду, и новые вопросы у меня появлялись каждый день. Однажды я был на одном мероприятии, где собрались сотрудники из разных городов и стран. И тогда один опытный, очень успешный человек сказал мне золотые слова, которые я запомнил на всю жизнь. Они не раз мне помогли в самых сложных ситуациях. Именно поэтому я хочу поделиться с вами этой мудростью. Вот что сказал мне тогда этот человек. Роман, когда ты работаешь с людьми, то всегда придерживайся простого правила. Хвали при всех, а критикуй наедине. Обратите внимание, в этой простой, на первый взгляд, фразе содержатся очень важные мысли. Во-первых, это речь о выражении одобрения. Знаете ли вы, каким могуществом обладает похвала? А если вы хвалите кого-то в присутствии окружающих, то увеличивайте значимость этой похвалы в разы. Более того, люди долго помнят такие моменты. Мало что может сравниться по силе воздействия с публичной похвалой. Если вы за что-то благодарны, если считаете вклад человека значимым, если, по вашему мнению, кто-то достиг больших успехов, не скупитесь на похвалу, не скупитесь на добрые слова в его адрес. Объективно говоря, это самое малое, что вы можете сделать, чтобы выразить признательность. От того, что вы кого-то похвалите, от вас не убудет. Но почему-то мы так редко пользуемся этим простым и эффективным способом поддерживать мотивацию членов команды. Если вы хотите выделиться среди большинства руководителей, планируете использовать этот простой прием, то вам нужно помнить вот о чем. Похвала должна быть искренней и осмысленной. Ваши слова должны идти от сердца. Не нужно фальшивить. Люди очень чувствуют обман и не ценят слова, сказанные просто так. Кроме того, похвала должна быть по делу. Скажите четко и понятно, что именно вам понравилось. На что вы обратили внимание. Что важно именно для вас. Ищите любую возможность, чтобы похвалить человека. Делайте это щедро и с удовольствием. Но это еще не все. Совсем по-другому нужно действовать, когда вам нужно кого-то покритиковать. Делайте это всегда один на один. Никогда не ругайте никого прилюдно. Это имеет не меньший эффект, чем публичная похвала. Только в негативном ключе. Критика может так сильно ранить или оскорбить человека, что он будет помнить о ней еще долгое время. Особенно, если этот человек считает, что он не заслужил таких слов в свой адрес. Когда вам нужно выразить свое недовольство, делайте это лично и без посторонних. Говорите только о том, что именно вызвало ваше недовольство. Не нужно вспоминать все промехи человека с тех пор, как вы познакомились. И не критикуйте человека, критикуйте его поступки. Не ты плохой, а твой поступок плохой. Используйте «Я» сообщение. Например, не ты плохо сделал, а меня волнует, что ты сделал что-то не то. Или меня беспокоит, что ты повел себя в эту ситуацию таким-то образом. И обязательно давайте человеку возможность высказать свою точку зрения или объяснить свое поведение. Вы помните, с чего мы начинали? Хвалите при всех, критикуйте наедине. Этот мудрый совет помогает мне не один десяток лет. Когда вы начнете его применять, то удивитесь тому, насколько он результативен. Этот подход прекрасно работает всегда. И в кругу семьи, и в общении с друзьями, и когда вы взаимодействуете с коллегами, клиентами и партнерами. Самое главное помнить, своими словами вы можете сделать так, что у человека вырастут крылья за плечами. А можете эти крылья подрезать, сказав буквально одну фразу. Критикуйте наедине, хвалите при всех. Продолжение следует...